приветствую всех на канале меня зовут наталья и сегодня мы с вами декорируем ел и как обрабатывать его шелком видео есть на канале ссылку я оставлю и заготовки у меня есть наличие вот как они выглядят две половинки а сейчас приступим сегодня я декорирую елун к розовому комплекту и буду использовать я филигрань и пока у меня нагревается пистолет я подготовлю филигрань я беру и вот так и подгибаю смотрю чтобы у меня здесь был центр и вот так подгибаю подгибаю таким образом чтобы она как бы ложилась но вот эти бака не обязательных подгибать потому что она подгибается в одну сторону хорошо если вы будете пытаться боковинки загибать то она просто потеряет свою форму и вот у меня полностью она ложится даже можно чуть больше чтобы она прилегала вот идеально теперь я подготовлю перышки я беру вот так их собираю лишнее подрезаю при этом все поддерживаю придерживаю здесь чтобы перья у меня никуда не убежали и капли клея подклеиваю даю клею немного остыть и вот так собираю все перья вместе если у вас что-то не склеилось и еще чуть-чуть чтобы все собрать вместе и вот что у меня получился такой пучок перья отложила и теперь нанесу клей на филигрань клей я наношу только на центральную часть края не надо потому что края у нас не подогнута они все равно не подклеится вот я наношу много клея прямо такой слой и оставляю немного клей загустеть не подклеиваем сразу иначе у вас сразу впитается сюда и все испачкается чтобы клей закрепился тем временем я подклею перышки примеряю перья можно приклеивать в любую сторону которую вам нравится и вот так вот накладываю и даю закрепиться мой клей уже такой вот видите тянется и теперь я перехватываю пинцетом и подклеиваю располагаю вот так вот чтобы центр у нас вот здесь был горизонт и даю закрепиться если у вас что-то где-то криво вот так смещаем так как у нас клея по бокам нету то ничего не испачкается сразу не прижимаем даем также немного постоять и затем прижмем вот так клей может вот здесь выползти но это ничего страшного там у нас будет декор и даем полностью закрепиться и пока все закрепляется приклеим брошь брошь я приклею так чтобы немножко закрепить вот этот край я примеряю смотрю куда мне надо нанести клей придерживаю перья и наношу клей брошь у сажают чуть-чуть сверху вниз если что клей уйдет под низ и даю закрепиться филигрань у меня приклеилась брошь к тоже и сейчас я буду украшать я уже не раз украшал вам показывала как но каждый раз я придумываю какие-то новые узоры вот я наношу клей вот здесь такие углубления и у меня вот такие стразы есть такие заказала так что придут последний раз пришли вот такие стразы очень красивые я просто в восторге это страза премиум класса просто шикарные вот даю закрепиться теперь я наношу клей вокруг страз также наношу достаточно много клея и я уже подрезала цепочку с одной стороны у меня идут идет 7 звеньев из другой 6 я использую цепочку 2 миллиметра можно использовать два с половиной и все укладываю конечно же все края нам надо между собой закрепить одну сторону более вытягиваем другую наоборот чтобы у нас получилась капля сказала капля и это не так чтобы у нас получились острые уголки вот еще раз покажу укладываем все вот один одну стразе но мы вытягиваем вторую вот сюда под первую чтобы остренько все у нас получилось поджимаем к камню середину я подклеила одну стразе ну и сейчас вот по этим граням буду подклеивать тонкие вот эти кошачий глаз стразы очень красиво смотрятся и оформляю все грани блеск нереальный просто нужно камера не передает всего этого но очень блестит и продолжаю работу и также я еще немного страз добавлю вот на середину здесь уже можно подобрать страза размер какой вам подходит и также украсить вверх-вниз если вы хотите еще немного блеска можно конечно добавить я нанесла клей и подклеиваю между этими кошачьими глазками и вот что у меня получилось блеск просто нереальный и идеально сочетается с моим комплектом а на сегодня все надеюсь видео вам понравилось было полезным и вы узнали что-то новое творческих успехов вам и до скорой встречи пока пока